Добрый вечер, друзья! Сегодня мы продолжаем серию наших передач. И сегодня поступила такая просьба раскрыть тему, которая довольно популярна сейчас, особенно в последнее время. Тема патриотизма. То есть, что это такое? То есть, что это такое заявление о патриотизме? Это довольно многогранно. То есть, патриотизм, хотя вроде бы это такое понятие, кажется, всем известное, но на самом деле каждый понимает это по-своему. Это такое многогранное понятие. Ну, давайте сегодня попробуем рассмотреть. Хотя, здесь очень много вопросов, которые связаны с патриотизмом. Это отношение, конечно, к патриотизму. Это язык. То есть, отношение к языкам также относится к патриотизму. Есть такое даже понимание религиозное, как религия к этому. Даже не относится, а к пониманию религии, что такое патриотизм. То есть, здесь очень много вопросов, которые с этим связаны. Давайте начнем, а там посмотрим, что мы успеем, что не успеем. Значит, продолжим далее. И также задавайте вопросы, которые интересуют вас. Мы их посмотрим также далее. Вот. Патриотизм. С чего начать? Давайте начнем. Ну, был хороший фильм такой. Фильм, он старый. Это фильм еще, если не особо, где до 50-х годов прошлого века. Называется Path of Glory. По-английски. Или Путь, дорога славы. В этом фильме главную роль играет Дагласс, отец Майкла Дагласса, Кирк Дагласс. Вот. Он играет французского полковника. И вот в фильме идет сражение с немецкими войсками. И генерал приказывает взять определенную высоту. На что полковник отвечает, что она слишком укреплена, это невозможно. То есть мы положим всех людей, но мы не возьмем эту высоту. И тогда генерал говорит, что они должны быть патриотами, эти солдаты. Если им суждено погибнуть на этой высоте, значит, они должны все погибнуть. То есть вот подход. На что полковник французской армии отвечает. Словами Самуэла Джонсона. Говорит, что патриотизм это последнее прибежище негодяев. Вы можете посмотреть этот фильм. Он доступен, даже в интернете он доступен. Очень хороший фильм. Советую его внимательно, желательно смотреть. И вы многое найдете. То, что сейчас уже пересекается с существующей действительностью. С существующей армией, отношением. Вот это отношение командиров к солдатам и так далее. То есть очень много вот этих общего. Хотя и прошло уже поле века. Со времен событий. Что же такое патриотизм? И почему его используют? Патриотизм, как и подобные понятия. Как то патриотизм, национализм, расизм, фашизм даже. То есть все эти понятия, они своей целью преследуют разъединение. Разъединение людей на категории. То есть не объединение, а наоборот разъединение. То есть показать одних как бы более выше, чем другие. То есть это идет разделение. Для чего это делается? Любое разделение людей это для того, чтобы ими управлять. Любое. Ну вот, например, такая вот картина. Давайте нарисуем с вами картину такую, которая абсолютно житейская. Есть такое место, допустим, село, где живет там определенное количество там дворов есть. То, что называется дворов, то есть домов. и там живут в каждом свои семьи, они трудятся, они наслаждаются жизнью, выращивают там скот, детей выращивают, там у них все, значит, жены там готовят, ну, по хозяйству. То есть вот такие как бы семьи. Они себе там собираются, когда им нужно, там, избирают себе там какого-то лидера, там голову какую-то. Вот. И таким образом они себе живут. Там сеют, собирают урожай, потом там везут на базар. То есть вот такая тихая, спокойная, спокойная, мирная жизнь. Но такими людьми практически невозможно управлять. То есть они спокойные, размеренные. Значит, для того, чтобы ими управлять, должен быть критерий страха. Страх должен быть. Значит, а как сделать, чтобы был страх? Нужно их разделить. Значит, теперь вносится такая идея, что одни из них более любят как бы свою родину, начинают называть, чем другие. То есть одни более патриотичны, чем другие. И вот идет противопоставление. Одни и другие. Это постоянно. То есть, вот смотрите, в истории то, что называется разделяем власты. И когда есть вот скажем так, правое, левое, красное, белое, значит, они теперь есть враг. То есть для тех это эти враги, для этих те враги. И вот теперь у них есть страх у обоих сторон. Теперь ими можно управлять. То есть давай им лозунги, и они будут сражаться между собой. После того, когда побеждает одна из сторон, например, побеждают патриоты, назовем так. Да, или там красные назовем. Дальше что делать? Дальше теперь между ними обязательные условия, потому что все держится на страхе. Все управление людьми на страхе держится. На любви ничего никогда не держится. Ибо любовь, любви не нужно управлением. Совершенно другое. Это если есть желание, я вам скажу, как строить отношения на основе любви. Но управление любви, людьми, строится только на страхе. И это во всем мире так. В настоящее время. То есть в этом мире, в котором мы живем. А дальше следующее, когда побеждают патриоты, следующее делается, кто больше патриотов. То есть теперь получается как бы все патриоты раз уже победили. Те, кто были не патриоты, они убиты, сосланы и так далее. Их уже нет. Оказались только все патриоты. Или оказались только все красные. Теперь среди этих красных опять же тех, кто там правильно понимает политику партии. Тех, кто еще более патриот. И теперь враги менее патриоты. Для менее патриотов более патриотов враги. И так идет до бесконечности. То есть принцип разделяя и властвуй действует. Это для управления людьми. Так же как инструмент используется язык. То есть как разъединить людей. Точно так же инструмент язык. Значит нужно их разделить. Значит вот нужно вести что например должны все говорить на этом языке. То есть патриот значит должен говорить на этом языке. Если не говоришь значит ты не патриот значит не с нами против нас. Это так поступают недалекие руководители к сожалению. давайте я вам расскажу такие примеры приведу которые ну чтобы вам было понятно аналогия как в других странах поступает. Вот например придем в такую страну Ирландия. Значит Ирландия республика Ирландия со столицей города Дублин в свое время она была оккупирована британскими войсками. То есть абсолютно реально британские войска вторглись на территорию пришли на территорию и оккупировали. Все везде английские войска находятся. Значит ну естественно что везде английский язык хотя в Ирландии есть свой ирландский язык который в корне отличается от английского языка. Это совершенно другой язык. Вот и как вы наверное слышали что была такая борьба там была создана подпольная ирландская республиканская армия IRA так называемая вот и вот там взрывы и так далее то и шла борьба в конце концов решили подписать договор то есть территория до Белфаста передается в независимость так сказать то есть правление передали на то время генералу Майкл Коллинз был такой генерал ирландский вот и с того времени Ирландия стала независимой казалось бы значит что нужно делать нужно в стране вводить ирландский язык ну так сказать чтобы не было языка оккупанта по аналогии ведь страна то независимая но ирландское руководство выбранное ирландским же народом прекрасно понимало то есть они обладали достаточно мудростью чтобы понять и признать что если они будут идти по пути насаждения ирландского языка обязательного в стране то тем самым это будет откатывать страну в древние времена то есть не будет развития но ведь для того чтобы например прийти в страну и вести бизнес международным компаниям получается они все должны учить ирландский язык то есть это является одной из таких преград значит что же тогда делать потому что так так называемый патриотизм в Ирландии особенно среди так так сапотеса тех кто поддерживал АРА очень высоко очень высокий патриотизм тем не менее правительство принимает решение что все идет все происходит все общение все везде происходит на двух языках то есть английский и ирландский то есть кто на каком языке хочет на том и разговаривает никаких проблем нет хотите на английском разговаривать разговаривать сколько вам угодно в том числе выступать и в парламике все на английском языке хотите на ирландском точно так же пожалуйста на ирландском ирландский язык до сих пор является обязательным для изучения в школе в школьной программе то есть обязательно сдавать экзамены все ученики издут обязательно ирландский язык и также в отдельных регионах западных регионах это район головой очень часто приехал в какой-то городок там практически весь городок говорит на ирландском языке как бы обычно вот но это не является никаким требованиям вот и поэтому том числе ведя минимальный по европе так сказать налог с бизнеса ирландия начала привлекать огромные инвестиции то есть практически скажем так на сегодняшний день это 90 наверное 95 процентов бизнеса предприятий это международная корпорация то есть там находится компания intel три завода стоят интелла и айби и ибэй то есть всевозможные то есть множество множество компаний именно на свои производства извиняюсь то есть не только в офисе но производство именно расположили построили в ирландии вот допустим intel имеет три завода хотя они где больше в европе нет завода в intel то есть вот как решают как решили эту проблему языковую хотят настоящего времени признаюсь вам местные жители с таким не то что недолюбиванием вот до сих пор еще помнят вот такой небольшой неприязни то что я обратил внимание относятся к англичанам которые приезжают то есть они так как не явно но даже даже английский язык они несколько изменяют например в английском языке слова например там бас автобус то есть там а вот так и бус то есть я вот сяду в автобус вот и также например деньги в английском языке это мани ирландии муни то есть специально вот они вот изменяют для того чтобы было как бы отлично но тоже английский язык то есть общение то есть они друг друга понимать англичане понимают ирландцы ирландцы понимать англичан с этим без проблем то есть вот вам решение проблемы в ирландии возьмите ту же швейцарию швейцарии вообще это вообще нонсенс швейцария находится в центре европы окружена различными странами с разными языками там же и франция там же германия то есть австрия то есть немецким языком и там же италия значит там четыре языка и народности говорят каждый на своем языке как быть приняли решение в стране 4 государственных языка то есть вы можете говорить на любом без проблем а значит так кстати говоря хотел сказать по ирландии это опять же то что я знаю это не какие-то не прочитал не слухи то что я знаю значит в ирландии как я упомянул вы можете разговаривать на любом языке вы можете знать либо ирландский либо английский либо английский ирландский так но если вы работник государственной сферы то есть вы работаете где-то там начали сервствах и клерки то вы вы обязаны знать два языка то есть если вам обращаются на английском вы отвечаете на английском языке есть на ирландском значит отвечайте на его вот такое требование знать только к работникам вот государственной сферы если вы частном бизнесе без разницы абсолютно на каком хотите на таком разговоре значит и швейцарии аналогия на каком хотите на таком разговоре вот то есть есть области где больше применительно например там район цюриха там немецкий в основном на немецком языке но вас все прекрасно понимают на английском в меньшей степени конечно английский вот то есть больше на немецком но тем не менее все понимают хотите по-французски там говорит пожалуйста в меньшей степени понимает но вас поймут у вас никто не будет осуждать за то что вы знаете например один из четырех языков то есть не это не значит что все люди знают все четыре языка все изучают да но кто-то знает как правило один лучше остальные несколько хуже но все понимают так что дальше да возьмите его на германию возьмите да даже даже немцы даже немцы со своим такой такой амбициозностью то есть я немец я вот голубой крови до сих пор сохранилась как бы принимается тем не менее английский язык популярен а французов казалось бы да французский язык это такой националистический баррикады и такие порывы у французов более того они до сих пор есть такое отношение к англичанам как бы с неприязнему что воевали долгое время тем не менее вы разговаривать английском языке вас я прекрасно понимаю то есть не все хорошо говорят по английски я признаю это тем не менее все понимают и вы сможете объясниться то есть 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 такие допустим кафешки вы придете и там меню например только на французском языке да есть такое но это как бы применительно что французская кузин да не ценят то есть именно свои кухни но если вы будете на английском языке то вас никто не будет осуждать нет нет ни в коем случае наоборот официанты будут стараться всеми силами вас понять и и предложить то что вам то что вы хотите вот так что люди стараются и это мудрость это мудрость находить что-то что объединяет людей не разъединяй то есть любое любое так сказать обособление то есть например там ты ты лучше ты хуже то что разделяет это всегда ведет ну деградации то есть люди старая это вот например пример такой исторически это так называемая вавилон строительство вавилонской башни то есть когда люди сначала у них был один язык потом они решили добраться до создателя и стали строить огромную башню то есть они стали строить вместе как бы прогресс идет и потом создатель такая как бы легенда создатель решил чтобы до него не добрались он дал им разные языки и все строительство становилось они не могут не могут теперь договориться никак на разных языках разговаривать вот что значит разделение поэтому во все времена люди старались наоборот понимать друг друга это казательный языку здесь или много но множество моментов давайте мы наверное может быть на завтра оставим потому что начинается действительно освещением у нас пока еще здесь света нет поэтому мы только используем дневное освещение вот а я добавлю завтра продолжу тему о патриотизме там еще в отношении отношения как к этому религия еще относятся а для того чтобы вам эту тему раскрыть в отношении религии там нужно ну там там нужно что-то вопрос раскрывать по религии вот почему это так и так далее там еще это часть 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 изложения темы так что давайте мы на сегодня это это передачу закончим вот наслаждайтесь прекрасным вечером этим моментом ибо это часть вашей жизни поэтому наслаждайтесь этой жизни всего вам самого доброго самого лучшего с вами был Андрей Рыбин до свидания а и Продолжение следует...